Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами будем говорить, как правильно провести искореняющую обработку осенью от основных болезней наших плодовых растений. Как мы уже говорили раньше, от того, как вы подготовите сад к зиме, зависит ваш будущий урожай. И в этом случае проведение искореняющей обработки особенно важно. Почему? За вегетационный период накопилось очень много различных болезней на наших листьях, на побегах и даже на почве. И если мы все это оставим в саду, то, благополучно перезимовав, болезни с наступлением тепла тут же начнут рассеиваться по нашему саду, заражая только что распускающиеся листики, цветочки, нашу зависть, лишая нас законного урожая. Чем мы можем помочь дереву? Тем, что сейчас, именно осенью, мы искореним инфекционный запас. Кто-то предлагает использовать жесткую химию. Когда-то для этих целей использовался нитрофен, ДДТ и прочие серьезные пестициды, которые сейчас уже запрещены. Они наносят очень серьезный ущерб нашей окружающей среде. Но есть гораздо более безопасные, я бы даже сказала, полезные средства защиты, с помощью которых мы можем эффективно разобраться с болезнями в саду. В частности, это мочевина. Всем известный карбамид. Это хорошее азотное удобрение, которое мы используем, начиная с ранней весны до середины лета, подкармливая наши садовые, овощные культуры, картофель, наши декоративные культуры. Но дело в том, что в определенной концентрации карбамид, она же мочевина, обладает серьезными фунгицидными свойствами. Концентрация должна быть раствора не менее 7-8%. Попадая на листья, на побеги, на почву, она вызывает опадение листвы и ее быстрое разложение вместе с теми грибками, которые на ней остались. И весной вас встретит не густая россыпь листьев под деревьями на траве, а разложившаяся труха. Как приготовить правильный раствор? Многие спрашивают, сколько нужно воды, сколько нужно мочевины, чтобы получить 7-8% раствор? Отвечаю. Поскольку не у всех есть дома весы, не все согласны сыпать на весы такое серьезное удобрение, как карбамид, мы будем пользоваться традиционными мерками. Итак, в одной полулитровой баночке помещается приблизительно 350-360 грамм мочевины. Поскольку нам нужен 7-8% раствор, то мы отмериваем две полулитровые баночки на опрыскиватель, высыпаем внутрь и доливаем объем до 10 литров. Таким образом, мы получаем 10 литров нужного нам раствора, нужной концентрации. Мочевина хорошо растворяется в воде, однако после того, как вы засыпали ее в опрыскиватель и добавили воды, следует немножко его, это раствор, размешать, чтобы обеспечить хорошее качество опрыскивания. Искореняющее опрыскивание проводим тогда, когда начинается листопад. Появляются первые пожелтевшие листья на наших яблонях, грушах, сливах, олече и прочих плодовых деревьях. При обработке тщательно смачиваем раствором мочевины всю поверхность листьев, а также кору деревьев. Смачиваем обязательно ствол дерева и почву под ним. Это вызовет быстрое разложение опавшей листвы, опавших яблок, если вы не успели их убрать. Многие из наших садоводов-любителей жалуются, как мы можем обработать наши деревья полностью, ведь они такие высокие, старые. Могу сказать, что сейчас современная промышленность предлагает большой выбор опрыскиватель с телескопическими штангами, что позволяет опрыскать деревья на довольно-таки большой высоте. Некоторые штанги могут раскладываться даже до длины двух, практически трех метров. То есть все уголки кроны вашего дерева будут вам доступны, и все они будут опрысканы и обработаны. Не менее тщательной обработки мочевиной требуют и груши. Дело в том, что последний год стал просто эпифитатийным по развитию ржавчины груши. И если оставить ситуацию вот так, как она есть, без принятия мер, то на следующий год болезнь получит еще большее развитие. Поэтому тщательно обрабатываем раствором мочевины свои груши, все их ветки, все листья, штамп дерева. И обязательно почву под ними. Дело в том, что на этих рыжих пятнах, которые развились на листьях, находятся выросты, так называемые эцидии, гриба, который вызывает ржавчину. С них летят споры, которые заразят можжевельник, который опять же в следующем году начнет заражать наши груши. Искореняющую обработку проводят осенью не только на яблони и груши, но и на всех плодовых деревьях и ягодных кустарниках в вашем саду. На сливе, алыче, вишне, черешне, абрикосе, персике, на смородине и крыжовнике обязательно. Многие спрашивают, нужно ли проводить такое же на малине. Если это ремонтантная малина, то такой обработки проводить не нужно. После окончания плодоношения вся надземная часть осенью должна быть обязательно срезана и сожжена. Таким образом вы, собственно, убираете весь очаг инфекции. На летней малине в это время, именно в октябре-ноябре месяце, когда прошли первые морозы и малина прекратила вегетацию, мы вырезаем отплодоносившие побеги, нормируем оставшиеся, вырезая самые слабые пораженные болезнями и мульчируем посадки торфом либо компостом. Ремонтантную малину тоже обязательно перед зимовкой нужно замульчировать. Толстый слой мульчи помогает благополучно перезимовать этим растением и дать вам весной хорошие, сильные побеги. Очень важным моментом при проведении подготовки сада к зиме является осенняя перекопка или осеннее рыхление приствольных полос и кругов. Зачем и когда это делается? Это делается для того, чтобы сократить численность в первую очередь вредных насекомых. Многие вредители на зимовку отправляются не только под кору или шайники, но и в поверхностный слой почвы, например, личинки малинной галлицы или различные долгоносики. Когда начинаются ночью первые заморозки, а это именно октябрь, ноябрь месяц, когда почва начинает слегка промерзать, но не промерзает полностью, когда еще не установился снежный покров, самое время провести поверхностную перекопку почвы. Следует помнить, что чем ближе к штампу дерево, тем мельче должна быть перекопка, чтобы не задеть корм. Для чего это делается? Когда мы оборачиваем пласт почвы, то насекомые и их личинки, которые оказались в почве, глубоко оказываются снаружи, и ночные морозы их убивают. А птицы, которые в это время активно возвращаются в наши коттеджные участки, на наши огороды, в наши сады, ищут там пропитание и легко выбирают этих вредителей. После того, как вы провели осеннюю перекопку, почва пару раз подверглась промерзанию в период ночных заморозков, обязательно замульчируйте приствольные полосы. Особенно это важно для кустарников, таких как смородина, крыжовник, малина и клубника. У них у всех довольно-таки поверхностная корневая система, залегающая близко к поверхности почвы. И если зима будет неблагополучной, допустим, что будет малоснежной, корневая система может пострадать. Но если вы замульчируете свои растения хорошей мульчой в виде компоста, торфа или перегноя, перепревшего, именно старого навоза, то, кстати, слой должен быть не менее 10-15 сантиметров, то таким кустарникам даже самые страшные морозы не страшны. Более того, именно когда наступает легкое промерзание почвы, и корни уже теряют всякую активность, можно внести на свой огород старый перепревший навоз. А именно, как советовали наши дедушки и бабушки, это мульчирование навозом, именно старым, перепревшим, и в том случае несвежим, приствольных полос у кладовых деревьев. Весной, когда начнется оттаивание почвы, когда корни проснутся, начнется движение грунтовых вод, то питательные вещества из мульчи легко переходят в почву и попадают корням в самое необходимое, в самое благоприятное для этого время. Более того, эта же мульча создает дополнительное укрытие, дополнительное как бы одеяло для нашей корневой системы. Вот такие работы необходимо обязательно провести в своем саду этой осенью, чтобы получить хороший, здоровый урожай. Кроме того, пожалуйста, уважаемые садоводы, если у вас на деревьях остались засохшие, мумифицированные плоды яблок, груш, слив, а это не секрет, они с каждым годом там остаются, обязательно снимайте их, сбивая их палками, либо снимая специальными приспособлениями. Ни в коем случае не оставляйте их висеть на дереве. Это самый большой инфекционный очаг у вас в саду. Именно с них рассеивается такая зловредная болезнь, как плодовая гниль. Сняв эти плоды, не оставляйте их лежать на почве, обязательно либо глубоко закапываем, либо сжигаем их вместе со всем тем мусором, который скопился за период проведения уборки в саду. На этом у меня все. Здоровья вам и вашему саду. С вами была Юлия Кондратенок. И до новых встреч на канале Процветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова